Писатели, чьи судьбы связаны с Самарой. Одни, как Максим Горький, здесь жили и творили, другие, как Александр Пушкин, были в губернии проездом. Яркие фигуры творцов русской словесности, доктор наук и краевед Михаил Перепелкин рассматривает сквозь призму десятков, а порой и сотен лет. Даже великие судьбы, говорит, издали могут быть похожими на мух. Когда время бежит, уходит, а оно неостановимо, самые крупные фигуры, в том числе и писатели, превращаются вот в этих самых издали, похожих на мух. И тогда требуются усилия специалистов и требуются специальные приборы для того, чтобы вот в этих самых мухах рассмотреть очень неординарные фигуры с своими захватывающими, иногда радостными, иногда трагическими, иногда там еще какими-то судьбами. Истории, о которых многие даже не слышали, как связаны с Самарой Гавриил Державин и Денис Давыдов. Первый здесь вел дознание арестованных пугачевцев, второй некоторое время жил с супругой в поместье под Сызренью, где и умер. Память о себе на Самарской земле оставил и Лев Толстой. В селах Гавриловка и Патровка он изучал метрические книги, чтобы понять причину высокой смертности населения. После его отчета в Самару стала приходить материальная помощь. В губернии жил и еще один писатель Иван Дмитриев. Его ребенком во время пугачевского восстания родители увезли из этих мест. Позже именно его воспоминания помогут Пушкину написать капитанскую дочку. Именно он, Иван Иванович Дмитриев, побывал на казни Пугачева. Именно он увидел, как эта самая голова, которая, как нам Пушкин пишет в «Капитанской дочке», которая только что поклонилась на все четыре стороны, вот она покатилась там по брусчатке, ее подняли и показали народу. И это с его слов, собственно, Пушкин и написал вот эту вот сцену в «Капитанской дочке». Очень люблю нашу чудесную, просто великолепную историю. И, конечно же, хочу постоянно узнавать что-то новое, так сказать, копнуть поглубже, чтобы дополнить свои маленькие знания о нашем большом и замечательном городе. Такие встречи необходимо проводить. Город открывается для всех с какой-то новой стороны. Лекции по истории города проходят в пресс-центре «Самарской газеты» каждый вторник. Следующая состоится 4 октября в 19.00. Экскурсовод Катерина Ревинская расскажет жителям о мистической и подземной Самаре. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.